В Самаре проходят отборочные этапы фестиваля «Студенческая весна». Лучшие номера покажут на всероссийском уровне. А пока вузы региона представляют свои концертные программы. О чем пели, танцевали и шутили студенты Самарского университета, увидела Мария Шпакова. Не дефили на высокой неделе моды, но подход не менее ответственный. Это один из номеров в программе «Студенческая весна» Самарского университета. Всего их 15. Общая тема – социальные сети. Квеновские шутки, видеофрагменты, песни с сурдопереводом, танцы без музыки. Студенты признаются – готовились долго и тщательно. Этот номер родился очень интересно, на самом деле. Мы придумали начало и конец. Вот было начало, мы думали, ага, начнем с этой точки. Закончим вот здесь вот. А потом, так, а в середине-то надо что-то еще. За кулисами, на удивление, спокойно. Отчетный концерт для выступающих в событии хоть и ответственное, но слишком долгожданное. А потому радуются, что репетиций больше не будет. Ведь сейчас в университетах близится сессия. Ближе к 120 дня ты начинаешь перегорать, когда слишком много репетиций, слишком много танцев. Ну, я не скажу, что пропадает желание, но очень мы устаем от того, что мы не спим ночами, у нас бывают ночные репетиции, мы возвращаемся домой в 12 ночи, пропускаем пары. И негатив вот этот накапливается. Можно устать, но обычно никто не перегорает. За концертом наблюдают жюри и выбирают лучших для областной студ весны. А пока подводят внутренние итоги. Победителем в ВУЗе признали социально-гуманитарный институт. Мне очень нравится, что молодежь хорошо учится, что у нас ребята проявляют себя и в тех видах искусства и деятельности, которые мы сегодня увидели, где можно ими гордиться как профессионалами. То есть это профессионалы и в той сфере, которую они избрали для образователей деятельности, и профессионалы в реализации своих талантов. Всероссийская студенческая весна в этом году пройдет с 15 по 19 мая в Туле. Какие ВУЗы и какие номера будут представлять Самарскую область, станет известно на региональном гала-концерте в конце апреля. Мария Шпакова, Тимур Набиев, Новости губернии.